Вы слушаете канал жаж.клаб, шнурки. Шнурки вели себя развязно в маршрутке душной на полу, плели интриги, волочились, цеплялись к дамским каблукам. Михаил Гаевский немецкое слово, шнер, шнур, означает тонкую бечевку, веревку, сплетенную из какого-либо материала. А если на таких маленьких веревках есть металлические аксельбанты, то они по-немецки называются, шнурками. Историки считают, что первые шнурки появились в конце XII века. Сами понимаете, что это условная дата. При археологических раскопках повсюду и неоднократно находят чудом сохранившиеся остатки обуви и одежды из далеких времен, а рядом – веревочки с небольшими металлическими наконечниками. Так вот, ими шнуровали не только обувь, шнурки люди использовали и для одежды, вспомним хотя бы средневековые корсеты на шнурках. В XV столетии известный первооткрыватель американского континента Христофор Колумб торговал подобными шнурками с индейцами – веревки с металлическими наконечниками, изготовленные текстильщиками и портными в Европе, он с успехом менял на золотые слитки, факт зафиксирован историческими документами. Но шнурки на обуви, как указывают исторические хроники, появились в Англии в 1790 году. До этого времени обувь якобы застегивалась только на пряжки, крючки, пуговицы. Шнурки постепенно завоевали полное людское доверие, зашнуровывались ими кеды, кроссовки, армейские ботинки, туфли, оксфорды, сапоги. Шнурки изготавливались в ХХ столетий из прочного хлопка, кожи, лыка, джута. И сегодня они почти не изменились. Есть шнурки круглой формы, есть плоской. Некоторые шнурки пропитывают специальными растворами, вплетают в них синтетические волокна, металлизированную нить, шелк, наконечники делают не только из металла, но и пластика, другого прочного материала. С шнурками появилось и слово «шнуровка», то есть описание процесса продевания шнурков в отверстия. Сегодня есть масса вариантов шнуровки обуви, например, почти все знают способ «елочки», вариант не только интересный и оригинальный, но и самый прочный. Шнуровали свои хитоны и сандалии древние римляне и греки. В Древней Руси крестьяне свои лапти шнуровали оборами, длинными шнурками из лыка, либо льна или кожи. Такие шнурки крепились на пятки позади лаптей. Фото, стеледвизор.ру В наше время кроссовки или кеды зашнуровывают прочными шнурками с надежными пластиковыми или металлическими наконечниками. Сейчас современная обувь, которую зашнуровывают оригинальным красивым способом, выглядит очень стильно. Для модниц некоторые дизайнеры вплетают в шнурки серебряные или золотые нити. Ну, конечно, такие шнурки по стоимости дороже самой обуви. А теперь на обуви появились липучки. Однако как не стараются производители, мода на шнурки не стихает, шнурки по-прежнему занимают лидирующие положения. Продолжение истории читайте на сайте jah.club не стихает, шнурки по-прежнему занимают лидирующие положения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова